Всем привет! Вы на канале GameDob. Это игра The Final Station. Продолжаем мы её проходить. В прошлом видео мы приехали на вот эту станцию. Такая большая станция. Здесь ещё при входе на станцию охранники стоят. Здесь был пассажир, которого мы забрали. Потому что на станции отменили все поезда. Получается, я немножко заранее посмотрел. Ну, не посмотрел заранее, я просто попытался вникнуть в суть игры, в суть происходящего. Потому что то, что я играл в первом видео, я нифига не понял. Получается, сейчас идёт там 2050 какой-то год. На Землю было вторжение. Какие-то пришествия, не пришествия, непонятно кто. Поскидывали на Землю капсулы. В этих капсулах был газ. Газ заражал людей. Но на людей он по-разному как бы действовал. Одни люди превращались в такие тёмные существа, которые уже были в прошлом видео. Мы их видели, мы их убивали. А другие люди становились только лучше, как бы умнее, сильнее. Короче, кому-то данный газ и шёл в пользу, а кого-то он полностью губил. Но между ими есть и общая черта, что и в тех, и в тех белые глаза. На это нужно как бы в игре обращать внимание. Итак, продолжаем играть дальше. Какой-то мужичок бегает, читает письмо. Мы с ним поговорить не можем. А с этими ребятами и поговорить можем. Всё ещё никаких подробностей. Совет молчит. Я думаю, они уже эвакуировались. Ерунда. Короче, это вторжение было очень-очень давно. Я играю за как бы молодого пацана, железнодорожника, малокососа, которому даже поезд не хотели доверять. Я, когда... Вот, когда было вторжение, меня ещё не было. Я уже родился после вторжения. И каждый год мы ждём новое вторжение. И вот, скорее всего, что вот в данный момент и происходит второе вторжение. Первое вторжение было там, наверное, в 1900 или в 1800 каком-то году. Короче, очень-очень давно. И сейчас такое, типа, мрачная ситуация, как будто случилось или случится второе вторжение. Как мне кажется, вот такой сюжет игры. Но, может быть, я в чём-то ошибаюсь. Итак, ещё ожидающий поезда, наверное. Охранник, полиция. Выход. Так, девушка и парень. И как вы к ней доберётесь? Что? Ха-ха-ха-ха. Нет, нам нужно на север. Как по мне, какой-то вообще непонятный диалог. Тут иногда нужно догадываться. Так, здесь можно бургеры купить. И, по идее, мне еда нужна. Один. Подожди, купить, продать, купить, продать. Непонятно. Бар, деньги. Мне купить, по идее, нужно. Короче, я купил ещё один бургер. А, он 50 баксов стоил. Ладно. Я купил бургер, потому что там в поезде есть и поодел с едой. И еда иногда нужна. Здесь вроде бы можно наверх подняться. Так. Привет. Ещё раз повторяю. Продажа билетов закрыта. Да. На все направления. Короче, понятно. Билеты купить нельзя. И мы в этом ещё раз убедились. Кафе. Заходим в кафе. Так. Здесь тоже что-то можно купить. Добрый день. Добрый. Что будете заказывать? У нас это не готовят. Простите. Вы заметили, что диалог... Я уже ещё в прошлом видео говорил. Что диалог высвечивается только то, что они говорят. А то, что я говорю, оно не высвечивается. Вот так вот. Ага. Что-то я нифига не могу в него купить. Ну и фиг с тобой. Я пошёл повыше. Так. Это туалет. Монеты, мыло. 5 баксов заработали. Точнее, украли. Так. Ты кто такой? Необычный дядька. Друг, спроси на кухне. Где моё мясо? Сейчас схожу на кухню, спрошу, где его мясо. Ну, чувак, где его мясо? А с ним уже поговорить нельзя. Не, это не кухня, это продавец. Вот кухня. А на кухне что там, пожар или что? Не, не пожар. Что-то готовят. Это не ты случайно заказал чёртовую тройную прожарку мяса. Уже битый час тут торчу. Не понимаю, у него какие-то проблемы с тем, что он не может мясо пожарить. Сейчас мы ему сообщим. Не, нельзя. Я ещё заметил, если мы с одним уже чувачком поговорили, с персонажем, то с другим мы уже поговорить почему-то не можем. Шахта. Странный дедушка. У него на голове голуби сидят. Вообще обалдеть. Давайте поговорим с ним. Нет, я никуда не еду. Дома меня никто не слушает. А ты подумай, вот над чем, парень. Если у нас есть страж. Страж это такой большой-большой робот, которого строили, чтобы отбиваться от этих пришельцев. От второго пришествия. Или второго нападения. Не помню, там что-то такое было. Который спасёт нас в случае второго посещения. А, не вторжение, а посещение. Забываюсь. Здесь называется это посещение, а не вторжение. Зачем тогда Совет строит эти гигантские подземные убежища? Не, ну, в принципе, смотрите. Если этот большой защитчик будет сражаться, будет война идти. И пока идёт война, люди должны в это прятаться. Лучше всего прятаться в убежище. Как по мне, дедушка глупые вопросы задаёт. Ладно, побежали дальше. Давайте в эту шахту спустимся. В эту, там, крыса. А крысы опасные или нет? Не знаю. А крысы текают от меня. Не, крысы не опасные. Так, бочки. Бочки, наверное, с нефтью, да? Что-то в ящике. Так, одежда. Короче. О-о-о. Так, это кого мы нашли? Это какой-то тайный ход. Это, я не знаю, какая-то канализация или, типа, воздушная шахта. Тсс. Не выдавай им меня. Тут что-то происходит. Не выдавай военным. Так, ему, походу, проломили голову. И он боится военных. Ну, военных я бы тоже боялся. Так, в этой комнате ничего нету. А вот и военные. Это на тюрьму похоже. Давайте с ними поговорим. Проходи быстрее. Это весь диалог. Спасибо. Ну, я пошёл дальше. Дальше. Это что такое? Ох, ничего себе. Что он делает? Не знаю. А, он, наверное, типа, чемодан его обыскивает. Это, типа, вот так стоит, короче, к стенке спиной. Тоже это к стенке спиной стоит. Кого-то убили. Стоять. Что ты тут забыл? Звание сотрудника ЖД не даёт права мне мешать. Ещё раз тут увижу. Рядом приляжешь. Охи, дядька злой. Кого-то прибил и говорит, типа, ему не мешайте. Охи, злюка такая. Так. Непонятная... А, это, наверное, типа, склад. Здесь, типа, какой-то подъёмник с багажом. Короче, вылазим. Идём обратно. Надеюсь, мне там должны уже были пароль распечатать. И, по идее, мы уже дальше поедем. Так, вот табличка появилась. Пароль 4597. Я распечатал код. Надеюсь, там всё верно. Куда Аманда запропастилась? Аманду, скорее всего, что уже где-то убили. Так, всё, пароль есть. Можно ехать дальше. У меня там, по идее, прибавилось... Прибавилось этих... Я могу зайти? Что, не могу зайти? Прибавилось этих... Так, 4, 5. 1, 7. Прибавилось спутников в моём вагоне. Едем дальше. Пароль правильный. Мы оттяжаем. На улице вредно находиться. Но наш вагон защищает нас от радиации. Нет, нет радиации от вредного запаха, который излучается этими капсулами. Так, его нужно покормить. Так. Еда. Кушает. Я его везу. Его ещё кремить нужно. Вообще, капец какой-то. Так. Вот то, что я там пишу. Я не успеваю читать. Короче, я не умею читать. Короче, ребята, извиняйте. Так, это нужно понижать. Чтобы проблем не было. Вот, типа галочка. Нужно вот так держать. Так, еда. Две еды есть. Две аптечки есть. Вот карта, куда мы едем. Это получается, отсюда выехали. Раз, два, три. На третью станцию мы едем. За окном уже потемнело. Так, что здесь? Понижаем, понижаем. Ещё потемнело. Уже темно-темно. Что происходит? Спрашивает. Там всё нормально вроде бы. Едем. Может, началось? А, да. Там, типа, на заднем фоне что-то, типа, мелькает. Смотрите. Там взрывы идут. Пришествие уже, типа, началось, наверное. Так, мы прибыли. Нажимаем. Новая станция. Ночь. И что же на этой станции делать? Ага. Аварийная станция. Акт завершён. Короче, они прибыли, куда, типа, должны были. Я получил столько бабла? Крутяк. А, вот все они, типа, короче, вышли. Вот все они вышли. Я их привёз, куда нужно. И заработал бабла. Классно. Почему они остановили нас тут? Попробуй выяснить, что происходит. Так, а ты чё говоришь? Спасибо, что попытался помочь. Но, похоже, дальше нас не пустят. Так, а с тобой что не так? Отлично. Просто отлично. Теперь я точно никуда не успею. Ага, понятно. Короче, мы ехали-ехали. И нас остановили. Дальше ехать нас не пускают. Я знаю. Я тоже знаю, что не пускают дальше. Да, но у меня больше нет полномочий. Это, наверное, мой начальник какой-то. Теперь тут руководят военные. И их начальник ждёт тебя. Чувствую, ничем хорошим это не кончится. Лучше поспешим. Ну, давайте заходим, поговорим с этим военным. Что они от меня хотят. Ну, это не военный. Это просто какой-то там этот работник станции. Нет. Я не знаю, что сейчас. В Редмунде. Редмунд – это, наверное, город или станция. Так, здесь записка какая-то. И больше нифига здесь нет. Вот это уже интересно. Я думаю, данный приказ писался для меня. Так что мне приказ нравится. Так, что здесь? Ещё у меня высокая температура. Поэтому я и просил тебя не приходить к этим штукам. Каким ещё штукам? Куда приходить? Непонятно. Скорая стоит. Опа-на. Стоять. Стою. Доступ в лазарет закрыт. А, это больничка получается, да? Код доступа. Да, нема мне кода. Хорошо, проходи. У меня что, код был? Или я не понял? Какой ещё код? Ладно, идём дальше. Так, давай с тобой поговорим. Это не кровь. Я тоже не знаю, что это. Как видим, чувак умирает. И у него как бы течёт чёрная жижа. И это не кровь. Короче, он заразился. Большинство врачей бежали из города. Мы все, кто остались. Но самое плохое, мы ничем не можем им помочь. Вот так вот. Бесполезные врачи ничем помочь нам не могут. Вот ещё один тоже. Как видим, весь в чёрной слизи. А, так он ещё живой. Воды просит? Друг, дай мне воды. Танима воды у меня. Дети воды возьму. Можно где-то воды найти, чтобы ему попить воды дать? Да нифига. Короче, ему габела. Габела. Так. Ага, сейчас ещё наверх поднимемся. Посмотрим, что там сверху. А, здесь можно воду найти. Таблетки. Таблетки это не вода. Таблетки ему не помогут. Да и вода ему уже не поможет. Так что, короче, походу ему уже жопа. Так, а это кто такие два мужика? Просто отдай его мне. Не объясняй военным ничего. Хм. Я не могу. Чё отдай? Кому отдай? Непонятно. Нифига. Только можно догадываться. Да, идём. Ого. Идём дальше. И здесь вообще какое-то мясо полное. Он только там что-то подпукивает и всё. Что-то трава какая-то уже пошла. Так. Ещё какой-то солдат. Не спрашивай меня. Я знаю столько же, сколько и ты. Я слышу на заднем фоне взрывы. Как будто война идёт. Возможно, уже началось. Привет. Дайте мне оружие, наконец-то. Я уже хочу пушку. Я слышал, что они уже вернулись. Ооо. Об этом я и говорил. Но начальство пока молчит. Я тоже думаю, что они уже вернулись. Но я, в принципе, в этом уже уверен. Ооо. Так. А ты какой-то такой чёрный. Все зелёные. А ты не чёрно-коричневый. Наверное, необычный солдат. Это секретная информация. Мне нечего вам ответить. Порох. Зачем я порох? Мне пистолет дайте или дробовик дайте. Проходите. Вас ожидают. Вот. Он здесь. Они будут тут через 20 минут, сэр. Так. Слушай внимательно. Куда ты направляешься? Я куда? Не знаю куда. Дочку ищу свою. Дочку. Вильстрим? Не, не знаю. Не знаю. Как город называется, не знаю. Домой хочу к дочке своей вернуться. Сынок, Вильстрима больше нет. Как и остальных горных городов. Нам нужен твой поезд, чтобы доставить важный хруст. Его уже цепляют к локомотиву. Доставь его в Нью Костфилд и ожидай дальнейших инструкций. Как и всех нас. Но приказ есть приказ. 10 минут, сэр. Чёрт. Давай быстрее. Двой новый маршрут они задели только краем. Поэтому там могут остаться выжившие. Спасти кого сможешь. Это твоя второстепенная задача. Вперёд. Вперёд так вперёд. Погнали, поехали. А пароль дайте мне. Мне нужен пароль. Удачи, парень. Спасибо. Только пароль дайте мне. Что, всё, обратно идём. Дальше. Охренная фотка, мне нравится. PH1. Чёрную дыру свою это сфотографировали. Я такое же уже в этом году видел. Подобную фотографию. Так, здесь больше ничего нету. Ага. Вот что появилось. Вот этого не было. Прохода. Так, мыши бегают. Ещё какой-то трупак один. Туда спуститься нельзя. Туда спуститься нельзя. Они, он живой ещё. Я чувствую их. Они уже рядом. Наконец-то. Понятно. У чувака уже крыша поехала. А он... А он... А он... А он ждёт и ждёт. О, ты кто? Так, с ним ещё поговорить нельзя? А, он тоже заражённый. Смотрите. С его капы эта чёрная жидкость. Тут вообще всё заражённое. Всё. Вот тот чувак может на меня напасть. То заражённый уже превращённый. Нет. Я его стулом убил. А, жесть. Это заражённые уже. Сваливаем отсюда. Только пароля нету. Или теперь... А, если вы, конечно, типа эти полномочия поднялись. Теперь я, наверное, смогу без пароля. Да, теперь я, наверное, смогу без пароля. А, не, что-то говорит ещё. У Дженнисер случился приступ. Её забрали в лазарет. Не, чувак. Она уже всё. Ей уже... Картык уже. Картык. Картык уже. О, вот и пароль 6572. Отлично. У нас приказ сопроводить груз. Ну, отлично. Это... Давай, садись. Поехали. Проходите на поезд. Спасибо. Это и так мой поезд. О, смотрите. Вот этот груз повесили, который я буду... Там это... Нужно отвезти его в заданную точку. Так, 6572. Поехали, ребята. На новую станцию. Собачки гавкают. Но собаки здесь не видел. Я крыс видел. Кота увидел. Голубей видел. Так, вот два охранника здесь. Тут ещё вам как бы интересно понаблюдать на задний фон. О, что-то поломалось. А, не, какое-то сообщение пришло, да? Ты сейчас на севере. У нас там всё в порядке. Как сказать? Бывало и спокойней. Передают, что слышна стрельба. Совет молчит. Джеймс. Джеймс не в сети. Всё, поговорили. Э! Ват-та-фак! А куда они делись? Это уже загадка. Смотрите, на заднем фоне танки. Танки разрушенные. Вы выкупали? Пока я читал сообщение, два этих охранника исчезли. Тут что делать нужно? Эээ... щас, 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 щас починим всё. Нужно, короче, на равне держать. Надеюсь, я не умру, выживу. Две аптечки, две еды есть. Вы прибыли. Ну, мы почти удачно доехали. Два охранника где-то потерялись, пока ехали. Зато груз, груз прибыл, по идее, куда нужно. Потому мы на этом видео закончим, потому что игра сохраняется от станции до станции. Нельзя выйти с игры, чтобы... А, нельзя пол станции пробежать, потом с игры выйти, и с этого момента игру начать. Игра начинается, вот ты на станцию приехал, и с этого момента начинается игра. Потому мы на этом видео закончим. Продолжение в следующем видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Па-бах! Субтитры сделал DimaTorzok